Симферополь 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 Своим рождением этот город обязан князю Воронцову. Его указан туземная деревушка Ялта, от которой не осталось ныне следа, была введена в статус уездного города. На Поликуровском холме была заложена церковь, одновременно строились дорога, порт и красивые здания по европейскому образцу. Впоследствии многое изменилось, расширилось и благоустроилось. Порт времен Воронцова пережил несколько реконструкций, а набережная, панель фривольных променадов, отделась в гранит. Не изменился только характер города, стремление быть в фокусе внимания, кружить голову курортникам. Продолжение следует... Блюз многолеких сюжетов из курортной истории Ялты пьянит. В подсветке бликов залива оживают картинки из ее прошлых лет, эпохи блистательных дач, поры начала развития курорта. Главный импульс, определивший облик и предназначение Ялты, был связан с летним отдыхом царей. В 60-е годы XIX века Ялта в целом считалась предместием Левадии, где разместилась летняя резиденция царской семьи. Отблески высшего света естественным образом падали на город. Он стал желанным для посещения царской свиты и всех тех, кто хотел хоть на время оказаться в ближнем круге императорских особ. Быть в Ялте стало престижно, и молодой курорт становится символом хайлайфа того времени. Хотя добраться в Ялту было очень сложно. Дальнейшей стремительной популярности города способствовало строительство скоростных железных дорог на юге Российской империи. Как приятно было после холодной, затяжной, морозной, петербургской или московской зимы окунуться в наполненную южным солнцем и светом романтическую атмосферу южнобережной весны. Сбросить напрочь надоевший в столицах официозный уклад и воспарить хотя бы в мыслях на райском берегу. Первый сезон отдыха начинался обычно в пасхальные дни. Это был так называемый бархатный сезон. Название свое получил он совсем не случайно. Может быть по одеждам приезжих богатых гостей, но скорее потому, что подавляющая часть приезжей публики от рождения была записана в бархатных книгах российского дворянства. Свидетельство благородного происхождения. Это сейчас все смешалось, и бывший сентябрьский шелковый сезон, его еще называли виноградным, стал называться бархатным. Из-за нежно-бархатной погоды. Да, отдых был иного рода. Купания лишь входили в моду, шансон курзалов, дым сигар в сопровождении татар прогулки в горы Кучинсу, обеды во втором часу, вино шампанской рекой, цыгане, флирт и на покой. Ну а Ялта, начало 20 века, это дама с собачкой и щемящее чувство курортной любви. Антураж былой эпохи можно видеть и теперь. Облик города хранят часть гостиниц той поры, парки, пирсы, маршруты променада, паруса белых облаков и, возможно, возможно, что-то еще. Нужно только присмотреться. Субтитры подогнал «Симон»